Пока президент Путин выступал в Кремле со своим посланием, рубль продолжал падать. Курс рубля продолжал падать, по-прежнему реагируя на снижение цены нефти и на решение ОПЕК не снижать добычу нефти в перспективе. За последние месяцы рубль в итоге потерял сколько? Около 40% своего веса, если я правильно подсчитываю. И все время падает вниз. Иногда чуть подскочит, приподнимется так, как раненая лошадь, а потом снова уходит вниз. Вот примерно так это происходит. Центробанк – это институциональный враг страны. У него начальство официально за рубежом. Я исхожу из того, что он будет делать максимальное зло. Центробанк будет делать все, чтобы курс рубля упал и процентные ставки росли. Риски дальнейшего ослабления курса национальной валюты связаны с сохраняющейся геополитической нестабильностью, оказывающей негативное влияние на состояние товарных и финансовых рынков и продолжением оттока капитала из страны. Потеря бюджета в 2015 году составит от 50 до 90 миллиардов рублей. Возможно, столь большая разница в оценках объясняется тем, что Минфин считал, исходя из другого курса рубля, который, по нашим оценкам, составит в среднем 49 рублей за доллар в 2015 году. Ходят слухи о том, что курс доллара дойдет до 75 рублей. Конечно, если убрать ноли, оставить, чтобы там было рубль или два за доллар, то это было бы очень актуально сейчас. То есть для экономической обстановки, которая сейчас у нас сложилась в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова